а вот смотри ночью же был удар дронов в москве ну скажем так большого ущерба он не принес кстати нанесён удар недалеко от места где я жил там на комсомольском проспекте вот сотни метров буквально рассчитаны понятно что летели видимо на фронтинскую набережную к зданию генштаба как я себе это понимаю вот потому что то куда они попали упали большой ущерба вот вряд ли принесет там воинская часть есть там еще что-то ночью не помню даже но тем не менее вопрос какой удары дронов продолжать в москва заявила что на атаку беспилотников она опять оставлять свое право для ответа ну как она отвечает по мы видим собственно говоря по одессе бинарная такая цель и отомстить за мощную действительно погубить зерновой сделку нечем было возить ниоткуда брать все сгорело и нечего да ну а чего какая уже сделать мы заменим как они они жили мы заместим своим зерном но все-таки атака на москву но тебе не кажется что ну при всей сложности задачи все-таки ну нужно как-то интенсифицировать могут это интенсифицировать вооруженные силы украины так чтобы стало понятно что это не просто так что что нельзя бомбить города одессу нужно обратно как рыбу же знают что нельзя бомбить наши города сегодня там очередной очередной боеприпаса в районе очередного аэродрома они же относятся они же относятся к этому ты же знаешь как ну крым не наш пусть там да как бы они к этому не относились боеприпасы так расходуются взрываются да потом это значит не упадет на голову нашим солдатам это значит и сохранение жизни и успех продвижения что касается москвы но я не в курсе всех возможностей наших работы по москве именно дронами там и так далее поэтому пусть говорят людей которые знают но они говорили не буду что то здравом не будет он будет признаваться в рядных возможностей например если у нас возможность одновременно налета там 20-30 аппаратами неизвестно поэтому мы все конечно хотели бы что они не поражали военные цели в москве но мы не знаем мы гражданские не знаем что реально какие возможности для чего для какого момента их приберегают и так далее так привет передали не знаю правда это или нет но передают что по киберцентру груз российского бахнулась да говорят говорят так что маленький симпатичный привет напоминаю что москву один из самых защищенных городов мира да нет какой-то и рэб и пво нет немножко его все-таки защищают по крайней мере объекта не всю москву но отдельные объекты защищают но поскольку долетает есть надежда что когда будет прилетит многое основать я почему этот вопрос заостряю смотри особенно в последнее время но во-первых и отрицательный ответ по атакам с вашингтон заявил что ну такой без всяких не оставляющих трактовок ну нет мы вот не готов признать а тут это все в контексте вот той статьи который ты в свое время упомянул news вики от нее кругами идут всякие другие публикации рассуждения дискуссии мнение экспертов относить того что еще до войны когда с нарышкиным ну и с путиным конечно встречался канун войны там мощный был 21 значит бернс глава цру уже было известно о том и они говорили да мы такую маленькую полицейскую операцию проведем но красной чертой которая обговорена еще тогда было что ни при каких обстоятельств не должны передаваться средства со стороны американцев украине которые могли бы использоваться по качеству для ударов по собственно говоря территории российской федерации ты знаешь вот малая эффективность или малая интенсивность таких ударов она может свидетельствовать о том что ну может быть американцы все таки и вашингтон сдерживает киев вот таких ударов даже собственным средствами собственного производства украбороны проколы каменного зону меня вопрос такой вот это вот ни в коем случае удары не должны носиться по территории российской федерации и дальше что так я не знаю американцам наверное имеется ввиду что мы тогда будем считать что это американцы и тогда это переход к ядерной войне того что я думаю скорее всего ну такой контекст контент какой ужасно наша и мы на вас обидимся и будем будем очень обижены а я просто очень легко пугать того кто сам хочет испугаться хороший вопрос что ядерная война шоу шоу не ядерная война и тогда почему украина не боится ядерная американцы которые неизберимо сильнее украина россии вместе взяты и все всех остальных армии мира они шли же армия соответствует мультистана будет мультидержавному стандарту то есть она одна сильнее всех остальных армии мира вместе взят но как бы и что чем боишься даже чтобы но это мы адресуем к вашингтонова просто сказать это так можно вечно уступать и уступать потому что здесь контекст еще и сделки зерновой которая тоже сейчас давай это обсудим выглядит ну как-то совсем уже заметно например киев заявил о том что значит ищет и готов через сухопутный коридора там есть свои сложности обеспечивать зерновую сделку понятно что это альтернативный морскому сообщению морским перевозкам собственно говоря план и это конечно ну как-то наводит нам и что и действительно по теме несмотря на объявленные заседания значит украина нато программы по программе ну все таки как то получается что совсем нечем и не никуда и некому и и что же меньше есть большая проблема президенту давай ближайшие соседи не разрешают транзит верно по своей да мы это знаем это слегка усложняет ну правда поляки говорят что украинцы создали чуть ли не монополию для какого-то одного вывозчика получает там сверхприбыли и депингуют поэтому они защищают своих фермеров и румыны говорят то же самое многие другие поэтому этот вопрос нуждается в тщательном регулировании я бы сказал так со всех сторон не только с их но как мы понимаем вряд ли заработать зерновой коридор если ближайшие среди запрещают транзит зерна через свою территорию надо надо решать и мне кажется в рамках совета украина на их специально органов придумано именно для таких случаев то есть ты считаешь там будет обсуждаться возможность сухопутного коридора и плюс ответы на морскую блокаду какими-то средствами которые либо приравнены к военной либо военными являются я как-то не очень это все я говорил повторяюсь какие-то страшные военные средства и так далее дрон сбили они не шевельнулись а тут будет морской блокаду предали ясно так 164000 нас смотрят только что госдеп ответил госдепартамент ответил обещаем защищать каждый дюйм территории нато на слова президента беларуси лукашенко желание вагнеров сходить на экскурсию польшу наш альянс польши крепок большая член нато и мы при необходимости будем защищать каждый день территории на цикла официально представить американского внешнеполитического ведомства мэтью миллер у нас и шутка в украине знаешь как звучит давай это грозное заявление западных должностных лиц если как россия нападет хоть на какую-нибудь страну нато эту страну немедленно выгонят из над но вот смотри в продолжение вот новость прямо сейчас глава мвд беларуси какой-то иван кубраков встретился с представителями чувака вагнер обсудил обучение белорусских спецподразднений инструкторами выработан план сотрудничества сообщила пресс-службы министерства отмечается что на повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучение наших то есть белорусских бойцов ее инструкторами стороны выработали четкий план действий обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения отметили в пресс-службе но это что какой-то такой публичный отыгрыш или продолжение же нагнетания это нагнетание по единому замыслу есть информационный план они по нему это кому в беларуси подчиняются пограничники и там все подчиняются лукашенко новыми какому видосу понятно кгб это есть ночным вот это уже не этот сам это уже не стоит хочет хочет доложить что государственной галере республиканского государственного управления государственную пограничную политику не они отдельненькие у них по моему сейчас но пограничники в россии подчиняются в псб в россии да но здесь госпогранкомитет беларуси есть и они по моему для по первому это мысль да в россии тоже в воде гиганты 90 гб они полю в любом случае взаимодействию праве вот ну дай им бог здоровья это все равно все идет по план по плановым детали создание информационного шума если в госдет реагирует то значит они достигли своих промежуточных целей со страшными заявлениями не допустим не прости я жду когда не скажут вы знаете мотокам самым не дадим потому что нам надо от 5 тыс у нас не хватает вооружения так продолжим тогда наш эфир в россии ты знаешь мы с тобой даже касались этой темы обсуждали повышение призывного возраста нижней границы и верхней ну то есть сдвинуть ну конец экране придумали два чудесного дополнения к этому всему да они оставили прежние 18 лет но повысили до 30 лет да сейчас нахождение запасе для офицеров 60 для рядовых 55 точно так то есть вот это простое увеличение вот не офицер запаса они будут меня наверно выковыривать из европы ну ждут нетерпения повестку повестку ждешь я ими даже не буду тебе говорит что я не делаю то есть туалет это самое невинное место но хорошо хорошо так вот да вот этот сдвиг туда верхней границы призывного возраста и нахождение в запасе он сам по себе дает прирост в несколько сотен тысяч а может быть и миллионов человек надо с миллиона человек там миллиона другого на военных обязанных которые могут быть случае чего задействованы и на месте этих военнообязанных я бы сильно задумался чуть они так вдруг война до последнего военнообязанного да они всех положат они всех кого могут всех положить сто процентов я думаю что вот это вот страшное увеличение численности вооруженных сил которые они анонсированы двадцать шестого года будет осуществляться не молодыми крепкими парнями их мало останется юными совсем юношами либо такие либо их дедушками дедушки при одном в 18 летний с дедом постоять это почетно это отличная история и доложит они что мы да конечно развернули сформировали и будем в одном строю застывшие буду стоять пузо четвертого человека видеть дядьки 60 лет сколько средний возраст в россии средний возраст 65 лет это максимум ну то есть они до смерти фактически держит по принципу да еще не доставайся же до никому умри на раз ударивай службы ибо как есть ты имущество державное куда тебя девать такого чудненько чудненько так мы продолжаем 17000 осмотра 63000 поставили лайки просьба пожалуйста размещайте ссылки на этот эфир своих аккаунтов социальных сетях 58 уже тысяч проголосовала в нашем опросе пойдет ли чего к вагнер рейдом на варшаву до отвечает 6 процентов вообще никто не верит нет отвечает 75 процентов пойдет но не дойдет 20 процентов мы 33 минуты в эфире мы еще обсудим ряд новостей вот такая новость как ее оценить предприятие о пк россии оборонного комплекса выходит на уровень когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ прошлого года лиц пример министер промышленность торговли россии мантуров ты знаешь но это уже отмечается там если некоторые статистические данные западные аналитики эксперты об этом пишут что москва увеличивает увеличивает объем производства некоторых видов вооружений по всем так и показатели но производство снарядов артиллерийских орудий увеличивается а вот некоторые другие позиции в общем понятно что все не критично пока но тем не менее они вот за эти я поправлю семнадцать месяцев войны я сказал шестнадцать в начале эфира дни все перемешались месяцы перемешались но за семнадцать месяцев войны они но в общем и целом как-то сумели это все минимально организовать насколько нужно интенсифицировать западные поставки чтобы это уравновесить и как какой может подвод принципиально от меня давай скажем прямо марка не смогли принять некоторые решения радикально усиливающие боеготовность например и боеспособность по дрону и закупают и закупают очень много в первую очередь и в период и так далее которые когда-нибудь поставлены товар на количествах изменят ситуацию на фронте не лучшим образом для нас не лучше а мы своевременно определенные решения принять не смогли или по крайней мере не увидели их в публичном пространстве результатов на фронте вот вот и все она войне война это в философском смысле борьба за выигрыш пространство и во времени кто раньше принимает и более своевременное решение качественно тот тот и побеждает при прочих рамках они приняли мы нет поэтому в некоторых вопросах они сейчас нас опережают в перспективе судя по инвестициям по объемам поставок которая зафрактована уже поставлена мы еще не приехали на поле бы но мы нет мы тоже нельзя скажу мы не принимаем мы принимаем решение там у нас боеприпасы для дрова но сейчас кабмин принял решение без лицензии там что-то или без ограничения разрабатывать и так далее много чего сняли сняли с поставок дронов стали всякие пошлины ограничения таможены аж на 16 месяцев и прочь поэтому я говорю у нас мобилизован народ у нас мобилизованные высшее военно-политическое руководство а некоторые министерства и ведомства и местной власти у нас живут так как будто 17 месяцев они на каникулах никакой войны нет недавняя волна которая у нас прошла возмущение по поводу того что он тратится огромные средства ни на что ну по сравнению с всякие аллейки парки дорожки там стадиончики и так далее и так далее это без замену гербов это огромные суммы которые могли бы обернуться на фронте существенным прибытком от всего от машин до этих самых дронов как бы на оно повлияло и местные власти дали за рокшу вот мы сейчас будем на фронт поставлять и оказалось что механизмы у них есть хотя они рассказывали что у них нет механизма отчуждения средств и прочее 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 но мы по некоторым вопросам отстаем так выглядит что мастер например по закупке тех же и производству тех же самых дорог нас утверяющих море но хотелось бы видеть это море на фронте работающим по противнику на по некоторым данным не знаю сколько это можно верить до 12 миллиардов бросила российская федерация на производство за 1 программу дронов по всему спектру и тогда поэтому так вот если сделать шаг назад то хочется задаться вопросом а как это в стране в которой есть южмаш до сих пор нет ракет крылатый которые достают до москвы и даром до аэродрома ангельс до портаново российском например как это если бы начали их делать по настоящему по военному в июне прошлого года то уже в этом июля полетел за год бы так хотел как это нет у нас множество дронов которые там должны доставать долетать и так далее летает какая-то кустарщина где у нас там морские дроны наши нашего собственного производства где минометы да где в конце концов машины не во всех бригадах есть свои машины волонтерские есть а вот военных машин выданных военных ведомствами далеко не везде минометы тогда мы не своевременно приняли некоторые решения или не приняли до сих пор своевременно этих решений есть конечно часть информации которая не публично там можно сказать что не все так печально но я давно говорю что нам нужно перевести экономику тыл на экстраординарное администрирование по законам военного времени и если этого не будет то в длинной гонке потенциалов нам сражаться с россией будет тяжело потому что в гонке потенциалов чисто россия на украину россия намного нас сильнее даже подсанкционная россия потерявшая не сильнее больше по потенциалу потерявшая на нефть и газе и так далее так далее и вечно союзники нам поставлять не смогут тем более что у них далеко не все есть у них военное производство только разворачивается и нам надо как-то на себя опираться кроме того когда мы рассчитываем только на союзников мы становимся политически зависимыми теряем реальность угромить так хотелось бы быть независимыми и не терять суверенитет в общем я очень простой на свое время на принимать решение и осуществлять